Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Мондельё Ла-Напуль почтят память жертвам геноцида против армян. Арестованные в Арчеши подверглись пыткам. В Степанакерте состоялось освещение и открытие главного собора. В Кремле пройдут переговоры Путина с Ардаврами. Дети Араратов, итальянский журналист, рассказывает историю о генофиде армян через судьбы Азнавура, Арслана и других. Первая армянская церковь открылась в Эрбине. Монеты римской эпохи были изъяты в Теганакерте. 24 апреля председатель Национального совета Западной Армении Армен Акабарамян, Совет армян Западной Армении, армяне Мандельё Ла-Напуль, Ассоциация бывших бойцов и партизан армян Франции приглашает вас принять участие в памятных мероприятиях, посвященных жертвам геноцида против армян и десятилетию открытия Хачкара. Церемония пройдет в Мандельё Ла-Напуль 24 апреля в 11 часов. Площадь Армении, Мандельё Ла-Напуль перед Хачкаром. Под эгидой мэра Мандельё Ла-Напуль господина Себастьяна Леруа. После проведения специальной полицейской операции в Арчеша Западная Армения был арестован глава курдской партии Реджеп О'Налн и двое его сподвижников Мэкан Беддер и Хакан Ваздах. Они были подвергнуты пыткам со стороны полиции. Молодые люди, не выдержав пыток, были доставлены в больницу. На телах задержаны следы избиений и пыток. За день до этого молодые люди фотографировали на берегу озера. К ним подошли полицейские и предупредили их, что они находятся на территории особого значения. После их арестовали и доставили в отдел специальных операций полиции. Там их подвергали избиениям и пыткам. Журналист, который сообщил о новости, также арестован. В Степанакерте прошла официальная церемония освящения и открытия Кафедрального собора, которую провел католикос всех армян Горигин II. Церемония освящения продлилась около часа, после чего Горигин II объявил название церкви Покрова Пресвятой Богоматери. В мероприятии приняли участие президент Арцаха Бакоса Акиан, спикер парламента Ашат Гулян, директор СНБ Армении Артур Ванетян и другие высокопоставленные лица и члены армянской диаспоры. Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом в Москве. В повестке встречи значатся ключевые направления сотрудничества. От ситуации в Сирии до поставок в Турцию за РКС-400 и турецкого потока. Ожидается, что Путин и Эрдоган также обсудят важнейшие международные проблемы. Итальянский журналист Пьер Мараццо, автор документального фильма «Дети Арарата», дал интервью «Синема Итальяна». Следует отметить, что фильм был выпущен в 2016 году и был показан на фестивале «Судастеваль» в итальянской провинции Апулия. В своем фильме Мараццо представил зрителям представителей армянской общины Италии и их рассказы, в том числе Антонио Арслана, автора «Фермы жаворонков», кинорежиссера Сатаник Кучубкян, бывшего члена «Ассалага» Регина Григоряна. Фильм также включает эпизод с Шарлем Азнавуром. Герои фильма представляют проблемы своего детства, которые составляют небольшую часть тысячи иммигрантов, наших соотечественников, переживших геноцид. Правительство Иракского Курдистана открыло первую армянскую церковь в столице автономии Эрбили. Церковь была построена силами Министерства культурного наследия и вопросов религии, расположена в городском районе Айнкава, где проживают преимущественно христиане, в основном ассирийцы, а также армяне, арабы и курды. В городе есть несколько ассирийских церквей, в том числе церковь Святого Георгия IX века и кафедральный католический собор Святого Иосифа. В церемонию освящения церкви прибыли представители правительства курдской автономии и зарубежные гости. Открытие этой церкви – еще один вклад в мирное сосуществование различных национальных и религиозных групп в курдском регионе, заявил Софин Дизаи, официальный представитель правительства Курдистана, выступивший от имени премьер-министра Начервана Барзани. «Многообразие и диалог культур – это не политическое решение, одна из исконных черт Курдистана», – добавил Дизаи. Он выразил надежду, что беженцы, покинувшие свои дома, в результате конфликта смогут вернуться домой. В Иракском Курдистане проживает около 120 тысяч христиан. 180 бронзовых монет римской эпохи были конфискованы в городе Аргане в Тигренакерте. Продавец монет был арестован во время продажи согласно решению Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в продаже антикварных монет. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение песни «Ассирюн» Нурибен и Гатар. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!